Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует мир моделей, меня зовут Павел. Сегодня мы пройдемся по новинкам, которые поступили в наши магазины. Сегодня вот такая интересная новинка. Это модель танка Т-90МС от компании Звезда в масштабе 1.35. Тоже давно ожидаемая новинка. Очень радует компания Звезда, что она продолжает изготавливать модели российской бронетехники, именно современной. Машина очень интересная. Т-90МС является экспортной версией Т-90АМ. Полную характеристику, я думаю, вы сможете посмотреть и в Википедии, и на различных сайтах. Основное отличие, понятно, что здесь изменена система управления огнем, машина имеет интегрированную систему командного тактического звена. Может использоваться с командирскими танками Т-14. Прежде всего, конечно, очень интересен танк своей футуристичностью. У него интересная башня, модульная система сверху, также система защиты измененная. Короче, машина очень привлекает внимание, к тому же является частым визитером на различных международных выставках, демонстрируется везде. Так что я думаю, что машина будет интересная. Ну, сейчас сразу заглянем в коробочку, посмотрим, что там внутри, ну, а потом я еще в конце скажу несколько слов. Так, вот здесь у нас, так сказать, анфас, так сказать, лицевая часть коробки. Здесь, как обычно, собранная профессиональным сборщиком самой компании Звезда, открашенная машина. Ну, и здесь, если что, можно посмотреть с краю, здесь именно одни из тех современных российских моделей ваннотехники, которые компания Звезда в данный момент выпускает. Все они сейчас находятся в производственной линии, их можно найти и также в сетях наших магазинов. Ну, теперь посмотрим, что находится в коробочке. Начнем мы, наверное, вот. Это у нас бортовые части корпуса ванны. Здесь также гусеничные полки шиматорного отделения. Также, как обычно, вот уже привычное в последних моделях компании Звезда, очень четко, аккуратное, тонкое литье, головки болтов, различная клепка, болты, элементы проводки, каким-то системам, какие-то скобы, все изумительно четко пролито. Поэтому, конечно, сейчас компания Звезда очень радует, и я думаю, что не оставляет равнодушным, поэтому очень многие собирают именно модель компании Звезда. Здесь вот у нас днище, лобовая часть, усиленная именно противокумулятивная система, бортовые экраны, ну и традиционные гусеницы, как на Т-90, тут ничего не изменилось, отдельно пролитая верхняя часть, нижняя, отдельно нужно приклеить вот эти вот гребни. Ну, я думаю, что для тех, кто собирал более ранние машины, тоже там терминатор, я думаю, что не возникнет никаких сложностей, потому что люди уже, как бы, уже многие получили опыт сбора данной продукции, поэтому все прекрасно знают, как делать. Здесь вот хотелось бы обратить внимание на вот как раз верхняя часть крыши башни, кормовая часть и вот боковые стенки, они тут по такому модульному принципу, ну, ствол пушки собирается из двух частей, ну, Звезда еще пока не научилась делать их цельным, как делают многие уже компании, но я думаю, что это в дальнейшем компания к этому все-таки и придет. Ну, также вот еще здесь элементы маски пушки, вот различные элементы, жалюзи, также скатка, также трубопроводы, которые идут к задним топливным бакам дополнительным. Ну, вот элементы ходовой части, вот в частности опорные катки, вот они здесь вот даны вот такими блоками литниковых рамках, вот, ну и также еще здесь у нас ведущее колесо, ленивец, топливные баки и фрагменты гусеничной ленты. Традиционно мы обычно начинаем именно с инструкции, но вот сегодня у нас немножко так вот получилось, что традиционно здесь все, как обычно, здесь порядок сборки. Вот таким вот образом. Займите внимание, что сейчас компания Звезда не делает в конце своей инструкции, как правило, варианты для окраски, а делает их вот на таком отдельном листочке, делает вот такой замечательный вкладыш, на котором делает именно сноску на краски, которую она прилагает компании своего же производителя, сама же Звезды, и компании Томмия. Вот раньше был Хамбрл, многие помнят, но вот теперь это Томмия, тем не менее, можно эти краски спокойно использовать, также у нас эти краски представлены, вы можете спокойно выбрать и окрасить модель соответственно с данным, предлагающим здесь цветным боковиком. Ну и в конце как обычно у нас дается декальный лист. Тут произвольно можно выбрать любой номер тактически. Тут нужно опять же сверяться с фотографиями в выбранном Вами прототипе. Также здесь прозрачные приборы, смотровые темные стекла, капорная сетка, которая имитирует сетку моторно-трансминсионного деления, у меня их даже сеточек две. Обратите внимание, эти сеточки, они различные по сечению. Ну и имитация буксирного троса. Вот такая вот замечательная модель. Я думаю, что многие эту модель с удовольствием приобретут. Но как получилось, уважаемые коллеги, очень большим спросом пользуется то, что у нас есть иногда возможность сравнить похожие модели. Вот у нас есть такая модель, это Т-90С. Ну, мы немножечко посравниваем. Ну, китайский товарищ, конечно, выглядит посолидней. Вот, что здесь интересного? Ну, конечно, чем отличается компания Турмпетер? Ну, конечно, большим плюсом, в отличие от модели компании Звезда, это вот такие вот у них траки, они как бы наборные. Ну, опять же, вот эти самые детали, вот эти гребни, опять же, тоже надо вклеивать отдельно. Ну, тут компания Турмпетер, она себе не изменяет. Ванна корпуса здесь уже дана, соответственно, как ванна корпуса. Здесь втулки. Вот, уважаемые коллеги, довольно-таки, конечно, сложно сравнить, потому что модель от Турмпетера, она имеет более богатую деталировку. Здесь просто всего, если у Звезды это немножко как бы получилось утрировано, ужато. Здесь сделана самая ранняя башня, и здесь рассчитаны на обвесы. Ну, вот у компании Звезда, например, башня уже сделана, вот видите, вот с таким уже как бы с элементами дополнительного обвеса. Вот. Вот низ башни, допустим, уже дан таким вот образом. Поэтому, конечно, китайский товарищ, он сделан наиболее подробно. Вот, и деталей здесь на порядок больше, чем у компании Звезда. Да, элементы ходовой части, опорные катки, ведущие колеса, балансиры. Вот здесь вот на гусичной полке. Турмпетер очень легкопопреждаемые детали упаковывает в такой вот поролон, я бы назвал его, мгновенно, да. Тоже, между прочим, обратите внимание, ствол пушки, как у Звезды, тоже из двух половин. Так что я не считаю, что это большим минусом является. Понятно, что пушка все равно одета в теплозащитном кожухе. Китайский товарищ, одним словом, он более подробен, но он и более дорог. Тут вопрос цена-качество, конечно, выигрывает компания Звезда, потому что доступно. Вот здесь вот, обратите внимание, дана маска пушки, она дана из такого резиноподобного материала, который хорошо очень клеится, но это вот, так сказать, ноу-хау компании. Видите, вроде как литник, но в то же время он очень хорошо гнется. И у нас здесь есть еще два элемента, которые я вам не показал, это элементы фототравления, так же сетки мотор-трансмиссионного отделения. Вот, даются здесь стекляшки на приборы наведения, на смотровые приборы. И вот здесь дается фигурка, ну, это как бы Владимир Поткин, непосредственно руководитель серии разработки серии танков Т-90. Ну, многие говорят, что это Владимир Путин. Ну, не знаю, соберем, посмотрим, как он будет похож. Но тем не менее, вот, ну, я думаю, что танк назвали Владимиром в честь именно главного конструктора, потому что Т-90 создавался на замену танков Т-72, его более глубокая магнонизация, и Т-90 являлся тем, что непосредственно завод получил заказы, и это спасло его от разорения фактически, поэтому главного конструктора на этом предприятии он здесь сильно ценит, чтят и помнит. К сожалению, он умер, но тем не менее, вот такая фигурка здесь присутствует. Ну вот, уважаемые коллеги, мы сегодня смотрели новинку от компании Звезда, это Т-90МС, вы увидите проделанную работу, здесь очень много различных летников, заодно мы сравнили с Т-90С от компании Трумпеттер. Конечно, модели очень похожи, но Звезда как бы более лаконичная, на мой взгляд, все-таки гусеницы у Трумпеттеровской модели, на мой взгляд, они более предпочтительные. Но в целом, и у Звезды аккуратное тонкое литье, литников, литниковых рамок намного меньше, но тем не менее, есть там другие конструктивные особенности, например, днище у них сделано из нескольких сегментов, у Трумпеттера уже ванна корпуса отлита полностью. Ну, опять же, выбирать вам, но тем не менее, спасибо компании Звезда за то, что она продолжает радовать любителей 35-го масштаба новинками российской бронетехники, выпускает различные новые типы танков и самоходных орудий. Будем ждать, что компания Звезда нас будет радовать и дальше своими новыми моделями. Ну, а моделисты, мы вас просим, приезжайте к нам в магазины, покупайте эти новинки, и ставьте на свои полки новые модели танков, кораблей, самолетов. Ждем вас в наших магазинах. Это был Павел. Мир моделей. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok